друзья привет я александр беляк рад вас приветствовать на своем канале в рамках проекта пребываем слове вместе мы с вами продолжаем читать библию сейчас мы находимся в книге исход и сегодня у нас главы с 11 по 15 мы с вами уже прошли книгу бытие где узнали древнейшую историю и историю патриархов сейчас мы находимся в том периоде когда израильский народ готовится выйти из египта землю обетованную 11 глава книги исход начинается с предсказания 10 казни бог сам пройдет по стране и в каждой семье умрет старший сын первенцы занимали особое положение в семье и в обществе не только получая двойную часть отцовского наследства но также являясь олицетворением особых достоинств и силы в египте первенец был преемником престола и продолжателем династии но какова бы не была их значимость с точки зрения религии политики династии или в общественном отношении все было упразднено масштабами и силой казни то есть смертью всех первенцев и из всех сословий это же относилась и к первородными скота противоположность беспорядками горю на египетской территории на территории израиля царила спокойствие то что господь сделал разграничение между двумя народами было очевидным для всех фактом 10 казнь была судом над всеми египетскими божествами гибель первенцев мужского пола у людей и животных имела далеко идущий богословский смысл по отношению к важности языческих богов многие из которых были представлены в виде животных и должны были защищать своих ревностных поклонников от такой общенациональной трагедии вот почему великий вопль горести о котором мы читаем в 11 главе 6 стихе и в 12 главе 30 стихе мог также означать оплакивание и неспособности богов египетского народа признав свое поражение фараон наконец отпускает израильтян их чудесное избавление и легло в основу ежегодного праздника пасхи по еврейский писах дословно прохождение мимо когда израиль вспоминает о дарованном богом спасение ежегодно во время празднования пасхи взрослые были обязаны рассказывать детям о значении этого праздника в каждой еврейской семье стала традицией для самого младшего ребенка спрашивать у отца официального разъяснения о том что послужило основанием для установления такого обряда в египте теперь по указанию бога месяц освобождения будет первым в израильском календаре для израильтян это означало тоже что воскресенье для христиан день возрождения к новой жизни дальше мы читаем что фараон делает последнюю отчаянную попытку удержать израильтян посылая за ними свою армию но по повелению господа ее поглощает море 15 главе исхода звучит победная песнь моисея и всего израиля в ней бог предстает как могучий воин гимн проникнут уверенностью в том что бог и впредь не оставит свой народ он приведет их землю обетованную и новым домом израильтян станет место где господь будет пребывать со своим народом ханаану подавляется второму эдему и поселение израиля на земле обетованной важный шаг на пути к обновлению и возрождению всего творения читайте слово божье получаете наслаждение оставляйте ваши комментарии подписывайтесь на канал будьте благословен